Привет, друзья! Подписывайтесь на канал Техносфера, а сегодня вас ждет распаковка, краткий обзор и сравнение двух кулеров с TDP до 130 Вт на 4 медные тепловые трубки. И сегодня у нас на обзоре китайский кулер PC Cooler S129 и Deepcool Gamax 400. Давайте же узнаем, кто в этом сравнении лучший. И стоит ли вообще покупать такого рода кулеры в Китае? Прошу заранее меня простить, но мы не будем углубляться в комплектацию, в периферию и так далее. Вы это все сможете найти в интернете и почитать в характеристиках. Ну а мы перейдем сразу к распаковке и к сравнению этих двух кулеров. Первым представителем у нас будет Deepcool Gamax 400. Так, ну что, вот сейчас я держу в руках этот самый кулер, знаменитый Deepcool Gamax 400. Как вы видите, здесь есть четыре тепловые трубки. Такой, в принципе, неплохой компактный радиатор. Одна вертушка с синей светодиодной подсветочкой. И, скорее всего, один из самых важных вопросов. Это давайте же посмотрим на то, ровная ли поверхность на тепловых трубках и какое качество шлифовки. Поверхность достаточно ровная, но все равно видны легенькие круги от шлифовочного станка. То есть, если посмотреть сблизи, то шлифовка явно не идеальная. Что тут у нас? Куча периферии. Тут, в общем, под всякие типичные сокеты, куча всего. Там всякие пластмасски. Не будем на этом заострять внимание. Вот так вот выглядит у нас PC Cooler S129. И обратите внимание, что здесь на 120-миллиметровом вентиляторе есть некие зазубрены, а также ребра жесткости. Что, по заявлению производителя, значительно снижает уровень децибел. И даже если обратить внимание на заявленные технические характеристики, то у PC Cooler уровень шума в децибелах процентов на 20-30 ниже, чем у GAMOX 400. Визуально практически никаких отличий не замечается. На контактной площадке здесь более масштабная приблуда в виде алюминиевого дополнительного маленького радиатора, которого нету на GAMOX. И давайте же посмотрим, какое качество шлифовки и ровная ли поверхность, которая будет прилегать к процессору. На первый взгляд поверхность действительно ровная, а качество шлифовки приблизительно точно такое же, как и у GAMOX 400. Видны небольшие круги от шлифовочной машины, но все в рамках допустимого. На обоих кулерах установлены 120-миллиметровые вертушки. Разница лишь в том, что на PC Cooler на вертушках есть ребра жесткости и некий узор, который, по заявлению производителя, улучшает турбулентность и снижает уровень шума. Ну а теперь давайте же посмотрим, как обстоят дела с радиаторами. Действительно ли они одинаковые или разные? Что же мы видим здесь? Что у GAMOX 400 большее количество ребер на радиаторе, чем на PC Cooler. И, соответственно, отличается конструкция, ребер. Если вы видите на PC Cooler, здесь какая-то елочка, а еще перфорированные дырочки. Вот, как бы на Deepcool GAMOX 400 таких нет. Но и тот, и тот кулер обеспечивает TDP до 130 Ватт. Судя по моим субъективным ощущениям, то сопротивление механизма на подшипнике кулера от Deepcool больше. То есть он крутится меньшее количество времени от одного и того же толчка. В то время как PC Cooler вращается более легко, а не принужденно, и немножечко дольше. А теперь давайте я пробую продемонстрировать вам одновременное вращение обоих кулеров с одинаковым усилием. Как вы заметили, почему-то PC... вентилятор на PC Cooler вращается дольше и легко. Давайте еще раз посильнее крутнем со всей силы. И опять у нас PC Cooler впереди. Ну что ж, давайте подведем краткие итоги. Если у вас камень, который не сильно греется, вы его не разгоняете, и у него TDP до 130 Ватт, то обязательно берите любой кулер на 4 медные тепловые трубки и 1 вертушку или 2 вертушки на 120 мм. Разницы практически никакой не будет. Поэтому берите тот кулер, который можно купить быстрее и дешевле. На покупке PC Cooler с доставкой из Китая вы вряд ли что-то экономите. Каких-то явных преимуществ в данном кулере мы не смогли найти. Ну а кулер Deepcool Gamax 400 это всеми любимый народный любимчик для холодных камней. Если не знаете, какой кулер на 4 тепловые трубки купить, берите тупо самый дешевый. Ну это если у вас камушек с TDP до 130 Ватт. Ну а с вами был Дмитрий Кратос и канал Техносфера. Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Скоро увидимся!